Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Мать пойдет под суд. Следственный комитет завершил расследование убийства новорожденного ребенка. Напомним, 14 июня этого года в Юрьевпольском мусорном баке нашли новорожденную малышку. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Теперь под суд пойдет 43-летняя мать этого ребенка. Именно она обвиняется в убийстве. Следствие установило, что женщина проживала со взрослой дочерью и маленьким сыном. И после неразборчивых половых связей выяснила, что беременна. Из-за сложных материальных условий обвиняемая сразу решила, что ребенка воспитывать не будет и тщательно скрывала беременность. Во время родов ушла из общежития в безлюдное место, прихватив с собой полимерные пакеты. Следуя задуманному, положила ребенка в пакеты. По пути следования в связи с самочувствием, естественно, определенным послеродовым, как она говорит, руки тряслись, у нее выпал пакет, ребенок ударился об асфальт, донесла до мусорных контейнеров пакет полимерный и бросила малышку в мусор. Ребенка через 20 минут нашла местная жительница, которая пошла выкинуть мусор. Малышка была в крайне тяжелом состоянии. За жизнь девочки, которую врачи назвали Верочкой, сначала боролись районные специалисты, а затем медперсонал ОДКБ. Но ребенка спасти не удалось. Смерть наступила из-за травмы головы, полученной от падения на асфальт. Сейчас женщина находится под арестом. Ее малолетний сын воспитывается в замещающей семье. Психология женщины удивительная в своем роде, как утверждает окружение ее. Вместе с другими она сокрушала, сосуждала поступок женщины. И в частности заявляла, как же так, почему же в роддом-то не отнесла. Отнесла бы в роддом, и там ребенок бы остался жив. И еще одна похожая история, но с хорошим финалом. Подкинула младенца к роддому. Ковровская полиция устанавливает личность женщины, которая попала в объектив камер видеонаблюдения. Видео размещено на сайте полиции. На нем появляется женщина. Руки у нее прижаты к груди. По мере приближения можно разглядеть, что она несет ребенка. Потом женщина выходит из кадра. А когда через несколько секунд появляется вновь, видно, что руки у нее уже свободны. В обратную сторону она не просто идет, а бежит. Как сообщает полиция, женщина подошла к роддому на улице Бельмана и оставила на крыльце младенца. Его возраст примерно 7-10 дней. Медики сообщили, что он здоров. Полиция просит у граждан содействия в поиске женщины, которая видна в кадре. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины. Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией, о личности или о местонахождении предполагаемой матери найденного младенца позвонить в полицию города Коврово по телефону 02-112 или 8-49-23-22-13-51. Придется затянуть пояса потуже. Владимир ждет непростой финансовый год. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету 2019 года, где проект-документ обсудили с общественностью. В следующем году расходы городской казны превысят доходы. Мэрия заявляет, что все социальные обязательства будут выполнены, но на некоторые программы потратят меньше, чем хотелось бы. Подробности расскажет Оксана Любимова. Главный финансовый документ Владимира верстали с учетом прогноза социально-экономического развития города в следующем году. Оно, по словам начальника экономического управления мэрии Татьяны Терентьевой, будет стабильным. Но на финансовые запасы рассчитывать не приходится. Доходы бюджета по проекту составят 6 миллиардов 684 миллиона рублей. Это на 120 миллионов меньше, чем в текущем году. Расходы 7 миллиардов 22 миллиона. Дефицит больше 300 миллионов рублей. Тем не менее, в мэрии заверяют, все социальные обязательства будут выполнены. Львиная доля бюджетных расходов 74% как раз социальная сфера. Из них 82% это отрасль образования, социальная политика 11% расходов, 5% на культуру и 2% будет направлено на физическую культуру и спорт. Почти половина доходов бюджета дотации субсидий. В следующем году город примет участие в 28 госпрограммах, в том числе медицине, строительстве и образовании. Планируется строительство на перспективу еще трех школ, но на ближайшую перспективу это начало строительства школы в микрорайоне Коммунар. Ввод планируется в 2021 году. К 2025 году все школьники должны обучаться в одну смену. Ну и в связи с этим вот как раз сейчас и прорабатываются вопросы как раз строительства и открытия новых школ. Почти 400 миллионов рублей Владимир планирует потратить на ремонт дорог и благоустройство 25 дворов. 72 миллиона пойдут на уличное освещение. Также предусмотрены средства на обеспечение льготного проезда социальным категориям граждан на социальных маршрутах города, троллейбусы, автобусы в сумме 153,4 миллиона рублей. На дорожное хозяйство будет направлено 489 миллионов рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 535 миллионов рублей. После доклада главного финансиста города участники публичных слушаний спросили Веру Трусову, почему ни копейки не выделено волейбольному клубу «Владимирец» и почему на расселение ветхого жилья запланировано всего 3 миллиона рублей. Микрофон взял глава бюджетного комитета горсовета Леонид Фоменко. По словам депутата, бюджет 2019 года маленький. Город впервые достиг предельного уровня дефицита. И выход, по словам Фоменко, из этой ситуации только один. Передача некоторых финансовых обязанностей города Белому дому. Например, оплату труда нянечек в детских садах. Предложение поддержали и другие депутаты. Это вопрос по финансированию оплаты труда младших воспитателей. Если говорить по цифрам, это 145 миллионов в год мы тратим тех средств, которые формально должна тратить область, согласно закону образования. Если смотреть по другим, допустим, городам, в Рязани, это 100% субъект федерации оплачивает. В последние годы все больше и больше полномочий сбрасывались на плечи города Владимира. Как муниципалитета, но финансовые поступления, к сожалению, за этими полномочиями не шли. На комитетах обсуждается бюджет 2019 года. Очень часто звучат из уст депутатов вопросы о пересмотре налогов, которые должны оставаться в городе Владимире. По крайней мере, звучали это и транспортный налог на физический риск, который, в принципе, у нас и был раньше. Все эти предложения депутаты вместе с чиновниками городской администрации в самое ближайшее время намерены направить к губернатору и депутатам законодательного собрания области. Для того, чтобы область в этой ситуации, соответственно, не только пришла на помощь городу, но и понимала свою тоже степень ответственности за то, что происходит у нас в городе. Тем более, что, еще раз я об этом много раз говорил, что требования к Владимиру, как к областному центру, и по благоустройству, и по качеству предоставления услуг максимально высокие. Кстати, познакомиться с основными параметрами городского бюджета 2019 в доступной и понятной форме можно на сайте мэрии в разделе «Экономика и городское хозяйство» под заголовком «Бюджет для граждан». Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Диплом Сипягина подтвержден. Руководство Аранхиз заявило о подлинности документа о высшем образовании действующего губернатора. Напомним, скандал разыгрался в эти выходные, когда наши федеральные коллеги выпустили материал, посвященный липовым документам об образовании и специалистам на бумаге. В нем, в том числе, прозвучало сомнение в подлинности диплома о высшем образовании Владимирского губернатора. Якобы выпускники вуза, в котором учился Владимир Сипягин, его не помнят, а диплом о высшем образовании нетрудно поделать. За разъяснением мы обратились в Владимирский филиал «Ранхиз», который раньше назывался Российской академией госслужбы. Именно в нем, согласно официальной биографии, с 1997 по 2001 год обучался будущий губернатор региона. Там нас заверили, что Владимир Сипягин действительно проходил обучение, и сомнений в подлинности его документов в вузе нет. У нас при выпуске студентов, окончивших обучение по нашему направлению подготовки специальностям, в личное дело обязательно делается копия диплома и приложение к диплому, и хранится вместе с личным делом. В архиве филиала есть личное дело губернатора Владимирской области Сипягина Владимировича. В личном деле есть все необходимые документы, которые сопутствовали обучению данного студента, и также диплом, который ему выдавался в 2001 году. Он обучался на заочной форме специальности государственного муниципального управления. Как пояснили в учебном заведении, к ним нередко обращаются за подтверждением подлинности документов о высшем образовании, если необходимо проверить кандидатуру госслужащего или сотрудника правоохранительных органов. В этом случае по официальному запросу проверяется наличие личного дела и базы документов о высшем образовании. Как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, вся информация об образовании губернатора области представлена на официальном сайте и соответствует действительности. Кроме того, в одном из интернет-сообществ пресс-секретарь Владимира Сипягина опубликовала фото диплома губернатора о высшем образовании. Мы живем с вами в небольшом городе, где все друг друга знают. Невозможно было бы скрыть факт отсутствия высшего образования уже на стадии предвыборной гонки. Все эти факты говорят о том, что высшее образование нашего губернатора есть, диплом у него подлинный. Только за 11 дней ноября 294 пропавших, из них 99 в лесу, 57 человек найдены, 24 до сих пор разыскиваются. Это статистика Лизы Алерт по Владимирской области. В этом году представители поисково-спасательного отряда провели сбор, в ходе которого продемонстрировали, как правильно искать людей. Мероприятие прошло в лесном массиве рядом с микрорайоном Оргтруд. Что значит искать на окрик и методом прочеса, узнал Александр Инин. По легенде учений пропал мужчина 40 лет, ушел в лес накануне, до наступления темноты не вернулся. Всю ночь родственники пытались найти его самостоятельно, не смогли. Утром обратились за помощью к профессионалам. Опытные поисковики учат начинающих, как искать человека на окрик. Имя пропавшего кричать не меньше четырех раз в разные стороны. После каждого окрика обязательно прислушиваться. Почему? Первый раз он может лежать где-то, может на второй раз проснуться, третий раз, о, меня зовут. Я здесь, и можно вот это поуслышать. Самый главный на этих учениях представители поискового отряда Лиза Алерт. Опыты мне занимать могут поделиться не только с добровольцами, но и с профессиональными спасателями. Миша! Мы рассказываем о наших методиках, мы рассказываем о том оборудовании, который мы используем в процессе поиска. Мы учим им пользоваться. Также в качестве учебных точек сегодня представлены методики поиска. Это теоретические занятия, где мы говорим о том, как мы действуем в случае пропажи человека. Искать нужно не только на окрик, но и методом прочеса. Поисковик вместе с собакой должен взять след. Идя по нему, важно не пропустить подсказки. Если пропавший курит, то бросит пачку от сигарет, а курки, не курящий, может оставить, например, фантик от конфеты. Поисковики ходят по двое, по трое. Группы обязательно разнополые. Двух девушек вместе не отправят. Иначе потом самих искать придется. Исходя из замысла и легенды, было сформировано пять групп, так называемые ЛИСы, где координаторами выступали представители Лизы Аллер, которые, в принципе, и производили обучение, в том числе и сотрудников МЧС. В данном направлении деятельности, как обмен опытом в данном направлении. В учениях задействованы не только силы МЧС, но и аварийно-спасательные службы и поисково-спасательные отряды при органах местной власти. В них могут включать и добровольцев, лесников, преподавателей, всех, кто может оказать посильную помощь. Решили начать с базовых мероприятий, таких как элементарное пользование компасом, элементарное пользование навигатором, элементарное в оказании первой медицинской помощи. Подобные учения в нашей области первые, но не последние. Проводить их теперь будут два раза в год. Следующие в апреле-май, видимо, когда сойдет снег, и обыватели снова потянутся в лес на природу. Что касается легенды этих учений, то пропавшего нашли на окрик. Он сильно замерз, не смог самостоятельно передвигаться. До бригады скорой его доставили на квадроцикле. Александр Инин, Шестой канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Курушеву добавили срок. Бывшего депутата Заксобрания области признали виновным в еще одном преступлении. Как выяснилось следствие, Сергей Курушев занимался подделкой платежных документов. В 2009 году, являясь генеральным директором ООО «Труд», Курушев с помощью поддельных платежных документов переводил и обналичивал деньги через фирмы, которые фактически не вели деятельности. Суд признал Сергея Курушева виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Напомним, сейчас Сергей Курушев уже отбывает наказание в колонии-поселении за совершение пьяного ДТП, в результате которого погиб человек. Четыре человека пострадали в ДТП в Александровском районе. 25 ноября в 17 часов 40 минут на 90-м километре автодороги Колок-Шокольчугина-Александров в Верхней Дворике столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель Hyundai во время обгона выехал на встречку, где врезался в автомобиль Сан-Янг. После столкновения оба авто перевернулись и вылетели в Кювет. В аварии пострадал водитель и трое пассажиров Hyundai. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медучреждения. Сотрудники полиции проводят проверку. По факту ДТП устанавливают все обстоятельства произошедшего. Новые случаи инфекционной пневмонии. Заболели еще двое учеников 46-й школы. Теперь количество заболевших пневмонии там увеличилось до 4-х. Новые случаи заболевания, диагностированные в других школах Владимира. На утро понедельника по одному заболевшему в 23-й гимназии и 8-й школе. Напомним, недавно из-за инфекции почти на месяц на карантин закрыли 36-ю школу. Ребятам пришлось заниматься дистанционно. Сейчас ситуация с пневмонией находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Все заболевшие дети находятся на больничном. Карантин пока не планируется. Двумя проблемами меньше. На прошлой неделе мы рассказывали о жителях дома номер 59 на улице Комиссарова. В числе прочих проблем люди пожаловались нам на поврежденный столб уличного освещения. Жители рассказали, что после того, как столб задели спецтехникой, макушка с фонарем согнулись, а провода легли на крышу одного из гаражей. Кроме того, при замене участка газовой трубы на вводе в дом рабочие повредили отмостку. И люди не знали, когда все приведут в порядок. Нашу съемочную группу специалисты заверили, что проблему устранят в ближайшее время и свое обещание сдержали. На этих кадрах видно, что столб освещения исправлен, а отмостка восстановлена. Владимирские гимнастки стали победительницами всероссийских соревнований среди спортивных организаций. Соревнования по спортивной гимнастике проходили в Пензе с 20 по 26 ноября. Агафонова Анастасия стала бронзовой призеркой по программе мастеров спорта и завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Бронзовую медаль в упражнениях на бревне взяла Александра Максимова. И последнее. Настоящий друг, педагог и мама. Речь о Ирине Гуреевой, которая уже много лет работает учителем русского языка и литературы в гимназии номер 3 города Владимира. Она не только развивает любовь к слову у своих учеников, но и сама постоянно мучается новому. А еще вместе с супругом воспитывает троих детей. Накануне вся страна отметила международный праздник – День матери. И наша съемочная группа отправилась в гости к Ирине Владимировне, чтобы узнать, как удается быть настоящей мамой в школе и дома. Они любят проводить время вместе. Читать, играть, рисовать и, конечно, веселиться. В семье Гуреевых подрастает трое детей. Старшая дочь и два маленьких сына. У каждого ребенка свой характер и увлечение, поэтому скучно в доме не бывает. Кроме того, Ирина – школьная мама для нескольких поколений учеников. В гимназии номер три города Владимира она работает учителем русского языка и литературы почти 20 лет. Главный секрет успеха – найти золотую середину между заботливой мамой, другом и требовательным педагогом. Десять лет я считала себя девочковой мамой. Бантики, куклы, платьишки. Ребенок был очень спокойный. Мальчики оказались совершенно другими по характеру, чем девочка. Мальчики – это избыток энергии, это постоянные движения, это постоянные дергания «мам, мам, мам, мам». Мне не педагогический опыт помогает в материнстве, а наоборот. Мне мое материнство помогает в моем общении с ребятами, потому что я глубже начала чувствовать детей. К слову, старшая дочь Варя тоже учится в третьей гимназии и понимает, сколько сил и энергии мама тратит на уроках и дома. В их семье все стараются помогать друг другу. Нам очень помогает папа. То есть, когда маме нужно подготовиться к каким-нибудь урокам или еще к чему-нибудь, то он всегда сидит с маленькими детьми, а мы с мамой сидим в моей комнате, готовим домашнюю работу. И она как раз готовится к своей работе. А так, конечно, мама старается все совмещать, и у нее вроде бы как хорошо получается. Ирина Гуреева – победитель городского и областного конкурсов «Учитель года». Выходила и на всероссийский уровень, где достойно представила нашу область. Не бояться вызовов, стремиться к новым знаниям и открытиям. На своем примере она учит и окружающих. В век компьютеров и мобильных телефонов Ирина Владимировна помогает понять ценность книги и живого общения. Для родной гимназии вместе с мужем Олегом они написали гимн. Теперь без его исполнения в учебном заведении не обходится ни одно важное событие. Сердце дома, на ней третий стол. И для того, и мать, и я моя, Здесь каждая улыбка мне была. Однажды на одном из классных часов вместе со старшеклассниками Ирина Владимировна дала определение успешного человека, которое, наверное, вполне подходит и ей самой. Успешный человек – это не тот, который имеет какой-то статус или богатство. Успешный человек – это счастливый человек. Успешный человек – это который нашел себя в жизни. Успешный человек – это который удовлетворен своей жизнью и может дать что-то другим. Ирина, как и все мамы, с радостью принимала поздравления в праздник. Но она уверена, что для женщины, у которой есть дети, каждый день – День матери. Маргарита Махрова, Игорь Липский, Артем Горчаков, Шестой канал. Это все, о чем вам успели рассказать. Прямо сейчас смотрите короткую рекламу и прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. По Владимирской области завтра будет малооблачно, временами солнечно. А столбики термометров покажут 4-6 градусов мороза. Ветер южный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Окна Плафен премиум-класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова